Вот я тут, когда работал, нашёл жилу. Ну, думаю, сейчас возьму. Пошли микрозоноруши, хорошие цитринчики, там берильчик попал. Рою дальше, бах, пустота. А они, оказывается, что они... Сбоку зашли. Они брали дудку. Сначала, значит, карьером работали, потом здесь наверняка была дудка. Они уже уходили в дудку, и чтобы не вскрывать полностью всю эту породу лишнюю, а здесь же очень гора, воды нет, они шли в стольни, без крепи даже. Ну, кого завалит, кого не завалит. Вот тут есть Артемьевская яма за Кайгородкой, там Артемьев лежит до сих пор. Завалило его. И вот они, значит, шли дудкой, доходят до этой дудки. А еще ведь что интересно, вот вы наблюдаете, отвал это, вроде бы без... Ты вот начинаешь работать жилу, и сыплешь отвал. А жила-то пошла, может быть, под твой отвал. Так не перебирать же его заново. Они под землей ушли аортами. И вот этими аортами, потом, значит, дальше уже становилось опасно, или еще лишняя работа, они чувствуют, что скоро за норыш, снова новую дудку. И выходили на эти за норыши. И вот если отвал искать, чтобы, как говорится, дедовские хоть что-то, что они выбросили, это же было в макроте, там, все это в земле, не каждый камень добудешь, да еще... Часть все равно уходила. Уходила, но я считаю, что... Когда вдруг годы были, когда не шел камень, они сами перемывали, перебирали отвалу. Почему? А потому что у них было безотходное производство. То есть, вот Калугин был в Нижнем Тагиле, знаменитый коллекционер, одна из лучших коллекций была у него тут на Урале. Потом еще в Свердловске было масса коллекционеров. Было такое общество Уоли, уральское общество, любители естествознания, которые выпускали свои книги, свои журналы, карты. Слышали, наверное, про Уоли. Сейчас оно возродилось, это общество. И вот они, значит, тоже собирали коллекции камней. И вот наш краеведческий музей организован был как раз Уолем. Вот этим вот первые образцы, первый музей. Вот. И, значит, получалось что? Что, во-первых, были, помните, эти горки делали. Так? А на горке шли какие камни? Конечно, те, которые в огранку не пустишь, которые форма более-менее ничего. Они, значит, ляпали из теста, добавляли там всякую холеру. И на основе деревянной площадки, деревянные веточки и обклеивали этими. Эти были горки, значит. Другая часть шла коллекционки для институтов, для школ, для музеев. Значит, делали коллекции. Тоже камни, которые, значит, и отдельно штуфы. Некоторые штуфы стоили дороже, чем, например, ограничный камень. Особенно вот здесь есть речка Крутая за Мурзинкой. Там не было таких ювелирных самоцветов, но зато были штуфы эстетические очень. И они очень ценились, и за них давали большие деньги, потому что она сама как красота. И то есть получалось, что часть камней шла в огранку, часть на коллекции, часть на горке. И что, получается, все шло в дело. Потому что работая в такой, извини меня, выкидывать камень, конечно, это... Вот министерская яма, знаменитая Турмалиновая, она вся перемыта дедами еще. Там нефиг искать. Черный Турмалин найдешь, а хорошего он вряд ли. Ну, там, да. Там лестница гнилая, я лазил тут. У меня рассказ есть. Знаешь? Знаешь. А я без очков. А это, по-моему, уже... Это, по-моему, пленка окисла какого-то. Вот, с ковырять ножом возьми да поковырять. А может быть, типа опала что-то опала. Да, вот на опал мне тоже понравилось. Ну, я тоже думаю. Ну, я просто в кварце вот так вот опала не видала. Ну, тут окисел какой-то, видимо. Потому что змеевики, в них может быть опавалидные такие тева. Ну, похоже, да, видимо, опальчиков? Без очков не вижу. Ну, как называется-то? Это все золотуха вот эти? Очки какие? А? Иван, какие очки-то? Тверка, тройка? Да я не разбираюсь. Дай посмотрю, скажу.